Где-то к 6-7 годам приблизительно уже у нас прям понарастающая игра ролевая. То есть она начинает с 4,5-5 лет где-то, и к 6-7 она действительно получает больше размах. Дети уже играют в такие ролевые игры, когда они играют в семью. Ты мама, ты папа, ты муж, ты жена. Они уже играют в функцию, например, проигрывают такие профессии, как врач, как парикмахер. Дальше, опять же, это может быть пожарный. Здесь у нас, конечно, как раз сейчас много возможностей, потому что сейчас много и костюмов таких. Вот в этом случае, конечно, хорошо, что есть такие аксессуары, которым можно добавить вот эти ролевые игры. Мало того, мне очень, например, нравится, не знаю, как вы, но напишите мне в чате, как вы к этому относитесь. Но сейчас у нас очень много вот таких вот центров стало. Я знаю, что это типа Кинзани, где город профессий, город мастеров. И куда можно привести ребенка, даже маленького иногда, ну и чуть постарше, где он может попробовать себя в разных профессиях. Особенно это хорошо уже в возрасте где-то, наверное, порядка 6-7 лет, когда как раз, и это очень важно для ребенка, как раз, когда он может поиграть в это. И действительно, здесь уже на первый план выходит вот эта вот ролевая, сюжетно-ролевая игра, больше даже роли они исполняют. И ребенок может прикоснуться к разным профессиям, и он может попробовать себя и в кулинарии, и попробовать МЧС, полиция и так далее, и так далее, и так далее. Лично мне очень нравятся такие центры и игровые. Ну, сейчас в связи с тем, что у нас карантин, конечно, мы их посещать не можем. Но, тем не менее, я думаю, что если будет возможность в дальнейшем как-то съездить, посмотреть на это и попробовать, то это, я считаю, что замечательно. Мне нравится несколько, есть у нас в Центральном детском мире, есть в авиапарке, великолепный тоже центр. Поскольку я мама троих детей, соответственно, я этот момент тоже исследовала, и мы ездили туда, и действительно детям прям очень нравилось. Как приезжаешь, предположим, днем, и уже под вечер уезжаешь, они довольны, они там учатся зарабатывать какие-то деньги, и потом на это все покупают. Ну, то есть, на самом деле, очень полезный момент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова